Большинство банков включили специалистов финансового сектора в группу риска, как одних из самых ненадежных заемщиков. Ведь в разгар кризиса именно банковские служащие одними из первых попали под сокращение. В каких сферах финансисты могут найти подходящее место работы и как в условиях спада экономики совершить карьерный рывок? Здравствуйте! На канале «Эксперт» разговор про ситуацию на рынке труда. Меня зовут Наталья Антипина и у меня в гостях Наталья Куркчи, руководитель банковско-финансового департамента рекрутинговой компании «Анталл Раша». Наталья Куркчи родилась в Москве, получила экономическое и банковское образование в Российской экономической академии имени Плеханова, окончила Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации в Москве и Миддлсекс-юниверсити в Лондоне. В рекрутинговой компании «Анталл Раша» с 2003 года. В данный момент руководит банковско-финансовым департаментом. Британская компания «Анталл Интернешнл» открыла московский офис в 1994 году. В марте 2008 года компания «Анталл Раша» присоединилась к группе «Файфтанк», представленной 23 офисами в 14 странах мира. Общий штат группы компаний насчитывает более 700 консультантов по подбору персонала. На российском рынке работают более 100 рекрутеров. «Анталл Раша» специализируется на подборе менеджеров среднего и высшего управленческих звеньев в различных отраслях экономики. Наталья, насколько серьезны масштабы сокращений в банках и финансовых компаниях? Ну, конечно, нужно сказать, что они достаточно серьезны. Хочется отметить, что по сравнению, наверное, с западными рынками они менее серьезны, гораздо более-менее серьезны. Но если смотреть по некоторым банкам, сократившим персонал в существующем режиме, наверное, мы видели все и читали все в газетах, как крупные банки сокращали по 30% своего персонала. Не все банки сократились настолько. До сих пор я разговариваю с высокопоставленными лицами в очень серьезных банках, которые говорят, да, мы можем избавиться от некоторых сотрудников, которые, может быть, сейчас не нужны, но нет масштабного повального увольнения. Тенденции какие наблюдаются? Продолжают набирать людей, может быть, в урезанном количестве или идут только сокращения? Ну, нет, ни в коем случае не только сокращения, и даже близко к этому нет. Потому что кризис или рецессия, что на самом деле это является, это не кризис, а скорее рецессия, это хороший повод для замены существующего персонала на более качественный, или же для какого-то такого усиления своих каких-то позиций, которые нужно было давно усилить. Безусловно, и банки в том числе, и инвестиционные компании набирают, конечно, в гораздо меньшем масштабе. Но набирают это совершенно точно. За последнюю неделю января, просто одна только наша компания, еще когда не все вернулись с отпусков, и половины людей еще не было даже в Москве, мы нашли там 170 вакансий. Безусловно, конечно, большинство из них не в банковской сфере, но в банковской сфере гораздо больше появилось вакансий сейчас по сравнению с концом того года. А как изменилось соотношение вакансий и количество соискателей? Ну, если мы берем до кризисные времена, придется использовать этот термин. Конечно, вакансий было больше, чем соискателей, и это, наверное, не секрет. Сейчас, если брать общее число, то вакансий стало, безусловно, меньше. Кандидатов стало на процентов на 30, минимум на 30 процентов больше, может быть, на 40. Но есть небольшая такая постоянная тенденция, что хороших кандидатов как было мало, так и осталось. Кадровый голод как был, так и остался. Так и остался, потому что, ну, нельзя же просто весь рынок оценивать по количеству кандидатов. Его же надо бы оценивать и по качеству тоже. И качественных кандидатов как было мало, так и осталось. А насколько был перегрет рынок труда до начала кризиса? Ну, вопрос, наверное, очень правильный, и ответ на него знают очень многие. Он был безумно перегрет, и очень многие утверждают, что кризис-то начался не сейчас и не в конце этого года, а как раз тогда, когда зарплаты увеличивались на 200 процентов или на 100 процентов при переходе. Вот это вот был кризис. И сейчас, когда мы, многие из нас столкнулись с реальностью, это не, это, это просто реальность. Это просто реальная оценка своих сил, того, что мы достигли, того, что сколько мы стоим. Многие кандидаты, получавшие зарплаты выше рыночных, возможно, получают сейчас просто рыночные, что является, может быть, в два раза меньше их предыдущей стоимости, но это просто рыночные условия. Наталья, получается, что работодатели, многие, которые соглашались платить вот эти завышенные зарплаты своим сотрудникам, они сами привели свою компанию к тем, может быть, к экономическому спаду, вызванному в том числе и кризисом. Ну, и да, и нет, просто по-другому, наверное, было сложно работать в России, в частности в Москве. Было очень сложно работать. Ну как, я бы, как отдельно взятая компания, сказала бы нет, не пошла бы наперекор и начала бы платить зарплаты меньше, но ко мне бы никто не пошел. Была совершенно другая мотивация, был совершенно другой рынок. То же самое, что с ценами на недвижимость. Безусловно, общий рынок, которым все следовали. А какие еще, кроме финансовой сферы, вы можете назвать отрасли, в которых наиболее сильно сказался этот кадровый и кризис, и голод? Ну, наверное, это тоже самое, та же самая уважаемая недвижимость, точнее строительство. Это производство, это машиностроение, ну вот, наверное, вот эти области. Из-за повышения процентов по кредитам все строительные проекты, осуществляемые на заемные средства, замораживаются. Люди, которые были задействованы на этих работах, либо сокращаются, либо переводятся на объекты, которые компания все равно продолжает развивать. В основном же строители заняли выжидательную позицию. Они не сокращают персонал, они его и не набирают, ждут, что будет в ближайшие 3-4 месяца. Популярные позиции, которые на строительном рынке, это позиция проектного менеджера, человек, который ведет проект от начала и до конца, который ответственный нередко за концепцию проекта, за бюджетирование, планирование, защиту перед инвестиционным комитетом, за привлечение инвесторов в этот проект, за отчетность перед этими инвесторами, и вплоть до реализации проекта, даже, может быть, последующим его управлением. Никто не может дать точного ответа, сколько продлится экономический кризис, но большинство экспертов сходятся во мнении, что закончится он одномоментно. Поэтому компании, в том числе строительные, которые во что бы то ни стало намеренно остаться на плаву, стараются сохранить хороший персонал и даже набрать новый. Руководство таких предприятий понимает, что люди – это основной актив компании, и на новом витке экономического развития именно они помогут сделать уверенный рывок. Некоторые компании заняли такую позицию, что они никого не сокращают, а некоторые даже набирают персонал. Мотивирует это тем, что данная ситуация дает возможность укрепить свои позиции на рынке, допустим, получить тех кандидатов, которых они не могли получить до кризиса, потому что те не меняли свое место работы. Вы разработали правила карьериста. Как действовать в нынешних условиях?